Всем привет, дорогие невесты! Сегодня мы продолжаем говорить об объединяющих традициях. И на очереди одна из моих любимых объединяющих традиций, которая называется «Винная церемония». Смотрите этот выпуск и узнайте, что она о себе представляет и когда лучше ее проводить. Итак, почему же винная объединяющая традиция является одной из самых популярных и мною любимых? Да потому что это традиция, которая позволяет вам заглянуть в прошлое и вспомнить, даже, наверное, ощутить эмоции свадебного дня спустя много-много лет, спустя много-много времени. Как же так может произойти, я сейчас вам расскажу. Итак, давайте начнем с самого главного, самого основного. Что же такое винная церемония? Ее еще называют капсулой времени, а еще иногда ее называют коробом раздора. Вот сейчас я расскажу о значениях каждого из этих названий, и я думаю, что вы выберете для себя именно то, которое будет актуально для вашей пары. Итак, давайте прямо сейчас разберем самый классический вариант проведения винной объединяющей традиции. Почему я говорю самый классический? Потому что с течением времени альтернатива проведения винной церемонии получилась, образовалась очень много. Сегодня мы обсудим абсолютно все и будем удивляться. Итак, если вы обратите внимание на картинки, то вы увидите, то вы сразу поймете, что из себя представляет данный обряд. Для него нам понадобится капсула времени. Это некий бокс, это короб, который может быть с вашими инициалами. Они могут быть нарисованы или выгравированы. Это могут быть какие-то символичные узоры или даже текст. Это может быть слоган, который характерен для ваших отношений, или может быть девиз вашей семьи. Либо какая-то фраза, например, «любовь, как и вино», вернее, «брак, как и вино» с годами становится только крепче. Это классический вариант с надписи, которые обычно пишут на коробе, на капсуле времени. Итак, помимо капсулы времени, вам понадобится бутылочка вина. Про вино мы поговорим чуть-чуть позже и отдельно. А также вам понадобятся письма. Что касается капсулы времени, вы можете ее закрыть на год, на 5 лет, на 10 или даже на 25 лет. И это очень эффектно, когда во время церемонии, в середине или в ее завершении я произношу такую фразу. И этот короб вы обещаете открыть не раньше, чем на 10-ю годовщину своей совместной жизни. А значит, через 10 лет, 29 августа, к примеру, 2030 года. Вот эта фраза, конечно, производит колоссальный эффект на гостей, потому что мы совершаем некий полет в будущее. Так же, как и эта капсула времени, которая пройдет с нами достаточно долгий период. С названиями мы разобрались, что такое винная церемония и капсула времени. Все понятно, все сходится. Но почему этот короб называют еще и коробом раздора? Я думаю, что вы уже поняли. Да, здесь тоже все логично, потому что, как правило, его рекомендуют открыть и прочитать те письма, которые друг друга написали молодые, в первый самый большой конфликт. Но это еще не все. У этого красивого обряда не только множество названий. У этого обряда еще и достаточно много вариантов и форм проведения. Вот сегодня мы разберем, пожалуй, самые яркие, а вы можете дофантазировать и придумать какой-то свой альтернативный вариант, хотя классика жанра остается классикой, поэтому я рекомендую брать именно ее. Вот еще один вопрос. На картинке вы увидели, что этот короб во время церемонии пара забивает молотком. Берут гвозди, ставят гвозди и забивают. Я своим парам не рекомендую этого делать. Почему? Потому что это небезопасно, во-первых. Во-вторых, это всегда не очень эффектно смотрится. Но тогда возникает вопрос, как же закрыть эту капсулу времени? Со своими парами мы придумали три, на мой взгляд, самых удачных вариантов. Первый вариант – это когда вы просто закрываете короб. Я всегда своим парам говорю, не обязательно его забивать, заклеивать. Вы в любом случае, если захотите его открыть, гвозди вам не помешают. Если вы не захотите его открыть, вы просто его закрываете, куда-нибудь в дальний ящик убираете, и он там хранится. Вы просто забываете о нем на 10 лет или на 3 года и открываете в нужный срок, в нужную дату. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Второй вариант – вы можете закрыть его на замочек. Закрываете на ключик. Ключики вы можете оставить себе, либо доверить своим родителям, либо свидетелям, чтобы они вручили вам торжественно через 10 лет или 15. В зависимости от того, какую дату вы выберете. Есть еще один хороший вариант, когда мы запечатываем этот короб. Для этого нам понадобится сургуч и сургучная печать. Итак, пару слов о том, когда же лучше проводить этот обряд. Я рекомендую своим парам проводить его исключительно во время вашей выездной регистрации. Вы можете провести этот обряд в середине церемонии, до объявления мужем и женой, или уже в знак подтверждения рождения семьи провести еще один символический объединяющий обряд, который называется винная церемония. На ваше усмотрение, либо в середине, либо в завершении. Кстати, что касается даты. Вы можете заложить капсулу времени на год, на два, на три, на десять, на пятнадцать. Самый минимальный срок у меня был это год. Год это классика жанра. Год и пять лет. Вот они конкурируют с друг другом. Что касается самых необыкновенных дат, я могу припомнить дату открыть короб через тринадцать лет, то есть тринадцатая свадебная годовщина. И, пожалуй, еще несколько пар у меня было, которые закладывали короб на двадцать пять лет. Почему тринадцать, спросите вы? Тринадцать – это символичное число для нашей пары. На тот момент, когда они женились, они уже прожили вместе тринадцать лет. И вот решили, что капсулу времени заложат еще на тринадцать. Что касается даты двадцать пять лет, здесь нужно быть внимательными и осторожными именно с вином. Потому что не все вино в обычных условиях может пролежать двадцать пять лет. Сами понимаете, что через двадцать пять лет вы уже откройте, а там будет каша или какой-то невкусный компот. Это никак не будет ассоциироваться со вкусом того самого свадебного дня. Насколько я знаю, любое вино может пролежать до пяти лет, по-моему, даже до семи лет. Не в специальных, не в специализированных условиях. Просто заложили его в короб и капсулу времени на пять лет в шкаф. Что касается других дат, тут нужно быть более внимательными, пообщаться со специалистами и уточнить, будет ли то вино, которое вы выбрали, храниться, например, в пятнадцать лет. Я знаю, что максимальное количество лет, какое вино может храниться в не специализированных условиях, это семнадцать лет. К сожалению, сейчас не скажу вам, какое это вино, но такое есть. То есть семнадцать лет без специальных условий – это возможно. А теперь давайте немножко поговорим об альтернативе. Почему? Потому что не все пьют вино. Наверное, тот, кто сейчас смотрит этот выпуск или даже включил этот выпуск и услышал слово «винная церемония», сказал себе «А, это не про меня, я вино терпеть не могу». Так вот, для таких, как вы, в течение времени мы с парами придумали различные варианты. Один из самых классических вариантов после вина идет шампанское. Мы не переименовываем винную церемонию в церемонию с шампанским, но тем не менее, если вы не пьете вино, вы можете в капсулу времени заложить шампанское. А вот еще у нас был один интересный случай, кстати, не так давно. Пара, которая пьет и вино, и шампанское, заложила в капсулу времени, в этот короб, мартини. Почему, спросите вы? А потому что это символичный для их пары, для их отношений напиток. Поэтому на ваше усмотрение. А еще бывает так, что свадьба безалкогольная или пара, в принципе, не хочет закладывать в капсулу времени никакой алкоголь. Поэтому от этой традиции остается только название. Мы берем в прямом смысле капсулу времени и опускаем туда письма будущих супругов, которую они закрывают и обязуются хранить. Кстати, по поводу вариантов того, что вы можете положить в капсулу времени и как ее можно обыграть во время церемонии, прямо сейчас я вам расскажу. А бывает иногда так, что пара не может определиться, на сколько лет она хочет закрыть капсулу времени. Например, она хочет на год, а он хочет на пять. И вообще было бы здорово закрыть на 25. Поэтому придумали короб, уже такой более объемный короб, с тремя отсеками. Каждый отсек подписан. И во время церемонии мы закладываем в одну капсулу времени три напитка и два письма в каждый отсек. Получается шесть писем. Каждый отсек подписываем. И тем самым мы понимаем, что пара может порадовать себя и через год, и через пять лет, и через 25. В завершении этого выпуска мне хочется поделиться с вами всем тем, что было накоплено в течение десяти лет моей практики. Итак, я выписала для вас как минимум семь вариантов того, что вы можете заложить в капсулу времени. Если вы не против, я прямо сейчас вам зачитаю и дам комментарий. Итак, первое, что можно написать в тех письмах, которые будут заложены в капсулу времени, это могут быть письма в будущее. Первое, пожелания в будущее, либо свои какие-то предположения, мысли или мечты. Пишите в свободной форме, можете писать то, что первое приходит на ум. Двигаемся дальше. Второе, обещание. Например, пообещайте, что в течение этих пяти лет, например, вы на пять лет закладываете капсулу времени, у вас будет то-то, то-то и то-то. Как я люблю говорить своим парам, например, вы планируете построить дом на Рублевке, вот поставьте себе цель, что к моменту прочтения этих писем у вас он уже будет. Третья форма и, пожалуй, самая трогательная, это письма для ваших будущих детей. Например, если вы закладываете капсулу времени на 25 лет, то через 25 лет наверняка вашим детям будет минимум по 20 лет. Поэтому эти письма вы можете адресовать им. Четвертое, это клятва. Клятву вы можете написать в официальной форме. Как я уже сказала, клятву, если вы запланировали произнести на свадебной церемонии, вы можете эту же клятву заложить в капсулу времени. Под номером пять у нас скрывается достаточно творческий вариант. Это стихотворение. Да, почему бы нет? Вы можете написать стихотворение своему любимому человеку. Это может быть даже первое стихотворение вашей жизни. Почему нет? Итак, двигаемся дальше. Следующий вариант – это рисунок. Творческий вариант. Написать пару строк и что-то нарисовать символичное, даже если вы не художник. Это всегда приятно. Это ваше творчество. Представляете, как здорово будет посмотреть на то, что вы нарисовали или то, что вы написали спустя 10 лет. Это нереальные эмоции. Ну и под номером семь завершающий вариант того, что можно заложить в капсулу времени. И то, что я бы хотела вам предложить – это подарок. Например, вы закрываете капсулу времени на пять лет. Пять лет – это деревянная свадьба. Вот помимо писем или вообще, в принципе, помимо бутылки шампанского или вина, в коробе могут храниться подарки. Вообще, в принципе, у нас такая культура, такой менталитет, что мы забываем дарить друг другу подарки на свадебные годовщины. А тут вам раз и пожалуйста. Что можно подарить на пять лет совместной жизни? Вариантов очень много. Многие думают, что это исключительно постельное белье и полотенце. Но нет. На пять лет совместной жизни – это деревянная свадьба. Можно подарить для нее красивые деревянные сережки или деревянное кольцо. Сейчас это очень модно. А ему, например, деревянные запонки или деревянную бабочку. На ваше усмотрение. Если поищите в интернете, найдете много удивительных предложений. Вот, пожалуй, семь вариантов того, что можно заложить в капсулу времени. Если вам понравился один из этих вариантов, возьмите на заметку. Если понравилось несколько, заложите в капсулу времени то, что вам понравилось больше всего. Ну а завершая этот выпуск, мне бы хотелось поделиться с вами несколькими примерами того, как я со своими парами увидела этот красивый обряд. Итак, начнем с винной церемонии, которую я проводила чуть меньше года назад. И в основу идеи здесь легло то, что пара заложила капсулу времени и передала ее на хранение в банковскую ячейку швейцарского банка через друга своей семьи Давида Туйона. Во время передачи этой капсулы времени ему в руки он произнес речь. Я перевела. Он говорил о том, что 8 сентября 2029 года в 17 часов 23 минуты вам доставят из швейцарского банка капсулу времени в то же самое место. Просьба всех присутствующих гостей быть свидетелями не только доставки, но и выполнения обещаний. Что примечательно, в капсулу времени не только пара заложила свои письма, но и все присутствующие гости во время сбора гостей писали пожелания и отправляли их туда на 10 лет. Это как один из вариантов. И еще один очень красивый вариант, который был исполнен на свадьбе одной из моих пар в 2018 году. Текст был примерно такой. Право открыть винную церемонию предоставляется надежному другу, лейтенанту военно-морского флота Антону. Именно Антон, офицер-подводник, согласился не только сохранить эту посылку в будущее, но и пройти с ней через чистые воды множества морей, опуститься на глубины океанов и вернуть эту капсулу времени точно в срок. 10 февраля 2023 года. То есть в данном случае пара заложила капсулу времени на 5 лет, и в течение этих 5 лет Антон обещал пройти с ней все моря и океаны. Вы можете обыграть винную объединяющую традицию именно так, как захочется вам. Ну а мне остается пожелать вам прекрасной свадебной подготовки и любите друг друга. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok